А вы знали, что теперь открывать коробки танков можно круглый год? Вот гол.ру дает такую возможность всего за 99 рублей. В каждой коробке гарантированные призы, а также куча золота, танков и опыта. Вот гол.ру гарантии золота в каждой коробке. Ссылка в описании вместе с промокодом. Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличный бой на танке Leopard 1. И рассказать о 6 премиум танках 8 уровня, которые вполне вероятно станут бесплатными для нас. Ну в качестве может быть подарка, награды или может быть это будет какой-либо марафон. Конечно не факт все это, потому что разработчики официально не подтвердили. Но все-таки по косвенным признакам некоторые танки под все это очень хорошо подходит. Ну и кстати не забывайте выигрывать золото. Для этого достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль вконтакте или игровой ник. В общем кто выполнит эти простые условия, тот сможет вполне вероятно выиграть золото. Итак, начнем мы с первого танка, который появился недавно. Танк Ковш, как его еще огласили или трактор белорусский. Ну классная конечно игра белорусская, но это не значит, что нужно уже вводить ветку белорусских тракторов. Но тем не менее вполне вероятно, что эта машина будет за какую-либо активность. Может быть за новую реферальную программу, которую разработчики сейчас пьедут. Может быть конечно за марафон. Будет забавно, если этот Ковша-танк будет в марафоне. А может быть это будет какая-то совершенно новая активность, новый ивент, в котором можно будет получить этот танк. Конечно ни в коем случае нельзя исключать просто продажу. Такое тоже возможно, хотя интересно кто же будет покупать этот Ковша-танк по итогу. Ну и как вы можете видеть, по характеристикам этот танк мне лично очень сильно напоминает Супер Першинга. Ну концепция у него такая же, хотя внешне конечно они совершенно разные. Но танк как бы бронированный, не очень быстрый, со скорострельным таким орудием. Хотя он тут не очень-то скорострельный, но в любом случае альфа тут небольшая. Следующий танк называется ТЛ-1 ЛПС. Также этот танк, ну в общем-то по-другому называется Т-54Е2. Это танк с реферальной программой, еще первой серии. Только тут его просто переименовали, переделали очень сильно, апнули конечно же. И очень вероятно, что этот танк все-таки будет за новую реферальную программу. Потому что по сути является просто той, ну апнутой заменой. Ну то есть я имею ввиду, что просто взяли разработчики старый танк, апнули его. И скорее всего старый танк заменят, уберут его и добавят вот этот вот. Если у вас есть конечно этот танк в ангаре. А что он из себя представляет? В принципе типичная такая американская СТ-шка. Довольно подвижная, с хорошими УВН, но не с лучшими там частями бронирования корпуса. То есть довольно мало всяких действительно хороших возможностей танковать на этой машине. Далее у нас танк под названием ТВП Т-20С. Стоит отметить, что я расположил танки таким образом. Ну вначале те танки, которые на мой взгляд наиболее такие неинтересные в плане ТТХ. А в конце будут нас ждать самые такие крутые имбы. Ну ТВП Т-27, его очень сильно понерфили разработчики. И теперь он мне не кажется таким вот сверхинтересным. С другой стороны, ВГ любят именно нерфить танки, которые как раз за марафон. То есть обычно они их нерфят в таком случае. Ну и тут конечно скорее всего так и произошло. Что разработчики попросту решили перед марафоном немножечко поднерфить этот танк. Чтобы игроки не смогли получить имбищу. Хотя по итогу ТВП Т-27 очень даже круто выглядел. Сейчас же он конечно поубавил в интересности. Ко всему прочему для этого танка уже запилили 3D стиль. Вот как он выглядит. Ну довольно прикольно. И в принципе уже практически готовый танк для марафона. Вопрос только в том, когда его запустят. Но обычно у нас редко продают прем танки уже с 3D стилем. Танк обладает кстати барабаном с тремя снарядами. Что довольно интересно. Во многом он по геймплею повторяет Шкоду 9 уровня. И в принципе хорошо бы вписался просто бы на 8 уровень. Но разработчики сделали из этой машины ну чистокровного такого према. Поэтому он будет фармить. И вероятно игроки смогут его в скором времени получить. Далее у нас уже более такие интересные танки. По ТТХ идут действительно годные. Я бы сказал бы. И вот на третьем месте у нас такая вот машина. Под названием Объект 777 вариант 2. Это не совсем премиум танк. Это скорее всего акционный танк 9 уровня. Но от этого в общем-то не особо-то и меньше хочется его получить. Потому что во-первых ТТХ у него вполне даже неплохие. Во-вторых у него еще и ко всему прочему довольно таки понтовое название. Ну и внешний вид весьма такой прикольный понтовый. То есть такой заниженный корпус. В принципе я думаю многие уже захотели этот танчик получить себе в ангар. Ну и еще ко всему прочему это все-таки советские танки. Но советские танки пользуются особым спросом и почетом. Ну из плюсов можно отметить наверное неплохой Альфу 440. Альфу 440 пробитие на куманах 258 на обычных снарядах. Также довольно крепкая башня и ВЛД. Ну и конечно из недостатков стоит отметить плохие ОВН минус 5 градусов. Скорее всего этот танк будет выдаваться за какую-либо активность. Точно не за ранговые бои и не за линию фронта. Потому что уже там танки официально объявлены разработчиками. Ну и следующий танк это у нас Е-75 ТС. Недавно его опять таки анонсировали. С ковшатанком и так далее. На мой взгляд просто офигенная машина. Я люблю Лёву поиграть на нем, подфармить на мой взгляд это один из лучших премов. Жалко что ну очень много всяких таких вот раздражающих факторов. На тяжах сейчас это арта, там ПТ-САУ. Но в любом случае восьмерки вроде как стали играться поинтереснее. У этого танка огромный запас прочности 1600. У него также довольно крепкая броня. Ну блин у него корпус по-моему от Е-75 что ли. Очень крепкий. Или от Тигра. Ну блин конечно тут разница большая. Но выглядит как от Е-75. И это конечно круто. То есть очень даже наверное прочный ВЛД у него. Башня от Лёва похожа. Ну в общем такой танк из разных частей. 360 Альфа у него. Но при этом неплохая стабилизация. Там неплохое сведение. И неплохое пробитие. В принципе реализовать этот танк вполне даже можно. Ну и на последнем месте весьма интересный танк под названием ВК-7501К. Это действительно годный аппарат сейчас вот по ТТХ. Пока что разработчики до него не добрались. И не понерфили его. Надеюсь этого и не будет. И танк выйдет в марафон именно в таком виде как он есть сейчас. Но конечно кому-то может быть ТТХ его не кажется такими уж хорошими. Все дело во вкусе. Лично я такие танки очень даже люблю. Ну такой вот типичный немецкий тяжелый танк. С огромной Альфой 490. С хорошим лобовым бронированием. Хорошо я думаю от борта танкует. Также у него много прочности 1600. Не самый лучший УВН. Он также огромный Альфа 490. Хорошее пробитие 226-263 на голде. Естественно танк не особо-то и подвижный. Но и не улитка уж совсем. В общем на мой взгляд если будет марафонный ТТХ. То это наилучший такой вот вариант для нас. Если опять-таки его не понерфят. Напишите в комментариях какой из этих танков вы наиболее хотели бы получить. И также почему именно. Или может быть вы считаете что вообще нет смысла тратить время там на марафоны. В общем любое мнение будет интересно. А на этом я с вами прощаюсь. Друзья спасибо что досмотрели. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok